Я и руку оторвала! Увольняю оператора и кота своего! Здесь мы работаем по технике коллажа. Йо-йо-йо! Всем привет, вы на канале АЛАНА ЗОМБИ! Сегодня мы сделаем из этого простого силиконового чехла. Примерно что-то вот такое. Это мой чехол, я его сделала сама. Это пластиковый чехол, он уже правда весь разломался, но да ладно. И для этого нам понадобится силиконовый либо пластиковый прозрачный чехол, самый простой обычный, клей ПВА и журнальчики. Вот у меня даже не распакованный журнал Vogue. Ну и кисточки, конечно же, расходные материалы, как салфетки. Без этого тоже никуда. Сразу предупрежу, что я не супер мастер делания чехлов. Я покажу то, как делала я, и мой чехол уже держится год. Первое, что вам нужно, это обезжирить чехол. Я его уже предварительно обезжирила муравьиным спиртом. А теперь играет исключительно ваша фантазия. Мы работаем по технике коллажа, то есть яркий пример. Это вот моя одна из первых и последних картин, сделана вот в такой технике. Все это было выручено и вырвано из журналов. Просто идея у меня так сработала, фантазия. Вот здесь вот есть одна наслойка на другую. Для создания индивидуального чехла я использую определенную информацию о человеке, чтобы как можно больше передать уникальности этого чехла. То есть для своего чехла я использовала такие моменты, как любимый художник, знак зодиака, ну и какие-то знаковые моменты из моей жизни. Здесь я тоже знаю знак зодиака человека, знаю то, что человек любит и его конечно же бренд одежды. Это мой любимый Лоло бренд, вы уже с ней знакомы. Кстати, специально для этого я распечатала логотип бренда, чтобы его впихнуть в центр. От него мы уже будем исходить, то есть буду использовать именно черный логотип. Сейчас мы вскроем журнал Vogue и поищем какую-то информацию. Так, Vogue, у нас здесь сразу идет два журнальчика. Сейчас будем искать. Вот, мне нравится, допустим, вот Мерлин Монро. Давайте от нее пойдем. Мы вырываем листочек, потом будем все это вырезать оттуда. В общем, мы ищем какие-то интересные надписи, подписи, картинки, все, что сразу бросается вам в глаза и вызывает у вас какой-то интерес. Сейчас мы это вырезаем и потом уже сформируем калаш. Итак, я подобрала из всех журналов какие-то моменты, которые мне понравились. Это фразы, вырезки каких-то картин. То есть вот я нарвала, но так как я уже говорила, центральная композиция у нас будет состоять из логотипа Lola. Я его вырезала, мы его вот так вот прикладываем к чехлу, понимаем насколько он большой. Это наша центральная композиция. Вот так вот примерили, слишком большой. И начинаем именно ручками своими рвать вот так вот максимально близко к самому слову, чтобы было вот этот вот эффект коллажа. В этом и есть весь прикол. Можно, конечно, ножницами, но это будет слишком аккуратно смотреться, не будет такого эффекта. Вот у нас получилась такая история. И прикладываем к центру. Перевернули, посмотрели как это будет выглядеть. И отложили в сторону, потому что у нас это центральная часть. И от нее уже будет разрастаться сам коллаж по всему чехлу. И теперь начинается самое интересное. Самое сложное и самое интересное. Мы начинаем из всего этого добра подбирать нужные материалы. И вот постоянно приходится вот так вот примерять, смотреть как это будет выглядеть. Картинка прикольная, мне она очень нравится, но слишком большая для чехла. Тогда мы ее пока тоже, на случай того, если вдруг она нам понадобится. Так как человек завязан на социальных сетях, я тут вот нашла значок инстаграма. Кстати, мне очень нравится гламур тем, что это не реклама. У него очень тонкие страницы, его легко рвать. Теперь погнали подбирать, собирать, что у нас из всего этого может получиться. Угу. Начнем с самого основного, с логотипа. С логотипа начнем, и я хочу логотип приклеить максимально к краю, чтобы у меня вот здесь было пространство наклеить что-то еще, если вдруг у меня что-то пойдет не так, как я задумывала. Берем кисточку, у меня такая вот обломанная, уже потрепанная жизнью кисть. И берем клей. Обычный клей ПВА. И мы мажем клей на сторону, где у нас само лого. Вот так вот берем и погнали. Обильно смазываем, не стесняемся, потому что это все впитается, клей ПВА прозрачный становится. Берем и на глаз клеим туда, куда хотели приклеить. Все, берем потом вот так вот салфеточку, вот так вот ее вкомкаем и придавливаем. Старайтесь не возить вот так вот салфеткой, чтобы само изображение не ездило. И у многих, ну допустим, такая глянцевая история, она может начать сползать само изображение. Поэтому лучше хорошенечко вот так вот вдавливаем. А пока я вдавливаю, не забудьте подписаться на мой канал. Так, вот это то, что белое, это все высохнет и станет прозрачным. Погнать дальше, не жалея клей и всего остального. Дерзко, мне нравится вот эта надпись, я ее хотела вниз впихнуть. Главное обильно промазать края. Чуть-чуть дыма. Чуть-чуть вниз и также придавливаем. Все пробелы, которые останутся после остального коллажа, я обычно заполняю всякими мелкими вырезками. То есть без разницы уже чем, главное, чтобы просто фон был цельный. И смотрим. Все отлично. Так, и вот смотрим, чтобы не было пузырей, они вот тут у меня образовываются. И так, я сижу в другой одежде, а все потому что я не доделала чехол в прошлый раз. И было три часа ночи, я хотела спать. И вот новый день, и снова мы делаем чехольчик. Работаем по старой схеме. Я тут немножко уже подобрала кое-какие детальки, чтобы закончить его. По крайней мере, вот эту часть боковые пока еще не подбирала. Но думаю, что, в принципе, осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть. Я их сейчас буду закрывать. Они самые сложные, потому что здесь очень много деталек. Вот эти дырочки, прорези, выпуклые всякие штуки. Так, я тут подобрала парочку фраз для вот как раз-таки вот этой вот кронки. Это очень сложно подбирать, потому что они очень ребристые. То есть вот прям... Сейчас чувствую себя каким-то хирургом. Не, ну с силиконовыми чехлами я сейчас в очередной раз убеждаюсь, что намного сложнее работать, потому что на моем нет вот этих граней. И он у меня практически весь гладкий, ровненький. Итак, я заклеила все просветы, когда вот так на свет смотришь. Заклеила рандомными кусками вообще абсолютно любыми. И теперь остается обрезать вот эти все лишние куски. И, собственно, на этом все. Так, погнали обрезать. Сейчас посмотрим. Желательно, чем ближе к краю вы обрежете, тем лучше. Если что-то отвалится, приклеим снова. Надо поставить упор, прям на что-то переть этот кусок, прям ребро и спилить. Оно само отвалится по ребру. Но при этом, да, чуть-чуть оно, мне кажется, отклеивается. Но это ничего страшного. Это можно взять кисточку и прям чуть-чуть-чуть проклеить. Оп, прям чуть-чуть берем и так вот отгибаем и проклеиваем. Можно поверх немножко. И хорошенько вот так вот прижимаем все. Оп, оп, оп. Я хочу сразу, я себе еще подготовила ту булавку, чтобы дырки сделать. Я пыталась это все делать ножницами. Поняла, что ножницами у меня ничего не получается. Точнее, получается, но не так эффективно, как канцелярским ножом. И решила, что не буду себе жизнь усложнять и возьму канцелярский нож, собственно. Вот сейчас я подрезаю все края. Вот он хорошо так срезается. Я опилила все, что мне мешало. Сделала дырочки. И вот сейчас решила вот так слоем, таким тонким-тонким слоем пройтись по всем вот таким вот швам, чтобы закрепить всю эту историю. Потому что вот сейчас я пока опилила. У меня были некоторые проблемы с тем, что где-то не взялась бумага, не схватилась вместе с этим силиконовым чехлом. И я решила на всякий случай пройдусь-ка я еще раз. Ну и, собственно, все это вот финишная прямая. Еще раз проверю все дырочки, которые я уже сделала, чтобы туда ни клей не попал, ничего. Вот у меня тут клей забился, надо его вытащить оттуда, пока все не засохло. По краям можно прям вот так вот взять, на палец чуть-чуть прям совсем нанести и пройтись. Причем его надо немножко растереть, чтобы прям такой вязкий был по всем уголкам. И все, чехол готов. Обязательно напишите в комментариях, нравится ли вам этот чехольчик. Мне он очень нравится, я думаю, что он не хуже моего. Сейчас вам свой покажу, если вы вдруг забыли, как он выглядит. Вот так выглядит мой, мой уже очень старый, 2-3 года ему, не помню сколько. Всем спасибо за просмотр, а мы увидимся с вами в следующем видео, пока!